Всем привет, дорогие друзья! С вами Birds of Eden и это канал Орнитолога. Сегодня я вам расскажу 10 самых опасных для человека птиц с фотоописанием. Перед вами будет фотография этих птиц, а я вам буду рассказывать. Ну что, ребят, погнали! Ну, давайте начнем с конца, то есть с 10-го места. То есть я вам могу начать. Итак, на 10-м месте у нас находятся чайки. Вы можете полагать, что самое худшее, на что способны чайки, это украсть ваш ланч. Но у этих пляжных жителей есть и темная сторона, которая скрывается под их перьями. И вы увидите это, если наткнетесь на их гнездо. Когда чайка почувствует угрозу своим птенцам, она силой своего удара может пробить человеку череп и даже начать клевать мозг. Ребят, очень страшно, да, ребят? Вот такая вот у нас чайка. Поэтому я и говорю, очень интересная информация. Поэтому лучше не пугайте птиц, чтобы у вас такого не было. На 9-м месте у нас находится велоцираптор. Да, они существовали еще в древние времена, в один период с динозаврами. Но стоит уточнить, что вопреки распространенному мнению, освещенному в парке юрского периода, велоцирапторы на самом деле были когтистыми пернатыми птицами, а не чуршайтами ящерицами. Это были самые жестокие, опасные птиц всех времен. Даже сегодня существующие злейшие представители птиц не в состоянии их затмить. Они были невероятно умны, охотились стаями по одной из теорий, но также обладали острыми, как шпильки, когтями, с помощью которых они очень легко могли перерезать горло своей жертвы. А жертвами, как правило, были динозавры, а не полевые мыши и рыбы. На восьмом месте у нас находится сокол. Эта хищная птица набрасывается на мелких грызунов и рыб, разрывая их плоть с помощью невероятно острых когтей. Благодаря их уникальной форме клюва они могут разрывать жертву в районе спинного мозга. Это машины по охоте, оснащенные функциями, которые помогают им в их самообеспечении. Несмотря на то, что они могут быть обучены тому, чтобы охотиться для людей, они еще обладают огромным потенциалом. Поэтому они могут причинить серьезный вред, особенно будучи в молодом возрасте. Да, очень опасная птица тоже. На седьмом месте у нас находится синеголовая ифрита. Несмотря на то, что эта птица ест только насекомых, она вооружена механизмом самозащиты, который помогает ей защититься от самого серьезного хищника. Питаясь определенным видом жука, который производит особый химический компонент, превращается в организме птицы в яд. Она на самом деле является опасной. Если взять ее голыми руками, то конечностей сразу же не имеет, а в кожу проникают токсины. Кто бы мог подумать, что такая красивая маленькая птичка может нанести такой серьезный вред здоровью? Я думаю бы никто. Я вот тоже первый раз такое слышу и решила вам такое рассказать. На шестом месте у нас находится сорокопутная мухоловка. Эта птица, как и предыдущая, вооружена летательным токсином, распространенными среди ядовитых лягушек. Она обитает в тропических и субтропических лесах Индонезии, Австралии и Папуа, Новой Гвинеи. Птица имеет оливковый окрас, благодаря которому она хорошо маскируется на деревьях, при этом производя особый музыкальный звук, похожий на сирену. То есть типа как скорая помощь. Прикольно, но опасно. На пятом месте у нас находится питоху. Это была первая из трех впервые обнаруженных токсичных птиц, кожа и перья которой несли в себе смертельный яд. Жители Папуа, Новой Гвинеи называют ее мусорной птицей, поскольку она несъедобна. Почти. Умельцы могут освободить птицу от яда, сняв с нее кожу и перья и пожарив на углях. Но все же не стоит рисковать и полакомиться с чем-то другим. Также питох, он живет в Новой Гвинеи. Ну, это как бы и есть Папуа, Новой Гвинеи. Но я вам просто говорю, что также он живет в Новой Гвинеи, но Папуа и Новой Гвинеи это одно и то же. Это я просто так сказала. На четвертом месте у нас находится орел. Опасность этой птицы заключается в ее потенциальном вреде. У него особое строение клюва, невероятно острые когти и еще более невероятно острое зрение, что делает его одним из самых серьезных хищников в дикой природе. Он может лететь и удерживать в клюве 2-килограммовую тушу жертвы. Он крайне несытный, так как в состоянии съесть около килограмма рыбы за 4 минуты. Это, ребят, очень жестко. Эти опасные птицы являются символом властник. К ним относятся настолько серьезно, что их изображение присутствует на гербе бесчисленное количество стран. На третьем месте у нас находится стервятник. Эти птицы выглядят отвратительно и зловеще. Их можно встретить наивисшими и окружающими над трупами, так как в значительной степени они являются подальщиками, принося членам своей стаи мертвую, начинавшуюся разлагаться плоть. Среда их в желудке крайне кислая, что защищает их от бактерий, вирусов и сибирской язвы, от которых большинство других животных погибает. Кроме того, их моча – это мощнейшие антибактериальные средства, которые убивают любую антисанитарную грязь. Ну и как вы думаете, кто же на втором месте? Правильно, на втором месте у нас находятся страусы. Эти опасные птицы являются крупнейшими в мире, их рост может достигать 2,5 метров, а вес 158 килограмм. Они очень непредсказуемы. Они могут на протяжении 10 километров бежать со скоростью 50 км в час, а его ноги настолько сильны, что могут одним ударом бить гиену. Более того, у них очень острые когти. Если бы они не обладали стыдливой привычкой прятать голову в песок, то можно было бы поклясться, что они являются ничем иным, как продаголоватым монстром. Ну и на первом месте, ребята, это у нас казуар. Эта птица считается самой опасной птицей в мире с криминальным прошлым, достойным откровенно смертной казни. Эта птица обитает в Новой Гвинеи. Ее 12-сантиметровый острый, как кинжал, когуть расположен поверх еще одного когтя, который может убить человека. Их ноги обладают невероятной силой, а бегают они со скоростью до 50 км в час. Во время Второй мировой войны американские и австралийские войска в Новой Гвинеи были предупреждены держаться подальше от них. Это не все дикие опасные птицы, встречи с которыми следует сбегать, но самые опасные для человека. Ну что, ребята, это как бы еще не все, есть и другие, но это я вам назвала 10 самых опасных. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Ну что, ребят, спасибо, что вы меня слушали. Избегайте от них, кто живет там в других странах и так далее. Или вы собираетесь отдыхать, типа в Новой Гвинеи, держитесь подальше от этих ядовитых птиц. Ну что, ребята, если вам понравилось мое видео, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.